ребят всем привет дэнни и мэйни на чемоданах а это значит что они собрались в новое путешествие у нас видео на канале крайне редко выходит только тогда когда куда-то мы едем и сегодня именно такой день мы с ребятами едем на море дэй ты взял с собой плавки москвой задержали может час сидим и ждем никогда в жизни не думал он моих тоже в шоке никогда в жизни не думал что поезда тоже могут на начальной станции задерживаться аж на целый час час вроде поезд подошел сейчас пойдем грузиться мы наконец-таки попали в поезд если честно настроение у нас улучшилось потому что вагон очень такой хороший мы даже не ожидали такое увидеть смотрите как он выглядит даже стал его так вот раздвигаются нам еды выложили на всю дорогу даже деньги что-то достанется журнальчики положили вообще все очень красиво так ухоженно нам нравится да ну конечно мы немножко были сейчас злые то что мы не знали что оказывается на начальной станции поезд может задерживаться на целый час сейчас еще зима не очень приятно было находиться на вокзале целый час манька там тоже не знаю замерз не замерз на вроде там тепло было градусов я думаю 15 на вокзале точно я думаю что не замерз потому что он даже спал да и подустал сейчас верно расстелимся потому что не выстрелся Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какая красота Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Холодильник Открывать холодильник Наверное, не стоит Хотя, давайте откроем Посмотрим, что у нас здесь Ну, в принципе, все ППшное Мы все-таки на море приехали Далее у нас идет Обеденная зона Как вы видите, стол рассчитан На 6 персон Так что мы 100% ждем гостей Приходите, будем рады Дэнни и Мэнни Очень дружелюбные ребята Они с удовольствием Общаются с незнакомыми людьми И дарят им свою любовь И здесь мы оборудовали место Для кормления уже Дэнни и Мэнни Мэнкина миска есть А вот Дэнкина еще не пришла Она буквально дойдет до нас Сегодня-завтра Также в этой квартире Есть микробалкон Вроде квартира большая 104 квадрата А балкон какой-то непонятный Мне посмотрите, какой он узкий И здесь сейчас прохлада Смотреть другие комнаты Хотел вам еще показать Вот такой вот у нас в коридоре Шкаф ей зеркальный И вот эта вот дверь ведет в кладовую Где можно хранить все ненужные вещи Например, чемоданчики С которыми мы приехали Ну и прочие Прочие безделушки Что, пойдем дальше? Вика, ты что, все? Потренировалась, устала И решила отсидеться? А кто же будет квартиру-то показывать? Да только начало Вот такой вот у нас коридорчик Здесь три двери Начнем с ближней Эта дверь ведет у нас в ванную Надеюсь, там не занято Никого? Такая вот у нас ванная Симпатичная Даже поилки есть для Дэни В шоке Первый раз ее вижу Опа! А ты еще здесь сидишь? Пришел помыться здоровьем, что ли? Ну все, не мешаем Все, давай, Дэни С таким паром, как говорится Пришло время узнать, что скрывается за следующей дверью Вау! Такая вот панорама на город Как же здесь круто! Мэй, ты будешь меня поночевать к себе? Мэй! Или нет? Я ответ, что не слышит Пожалуйста, хоть одну ночь Осталось посмотреть последнюю комнату в этой квартире Это вторая спальня Догадайтесь, чья она? Ну конечно же, Дэнкина Кстати, и она ему идет идеально по расцветке Ребят, это вы, похоже, нам такую квартиру нашли? А не мы В этой спальне всего одно панорамное окно В основном выход идет обзор на город Ну и море здесь тоже немножко видно Я думаю, здесь также очень круто просыпаться утром в солнечную погоду Еще и одним преимуществом именно этой спальни является наличие телевизора Те, кто любит смотреть телевизор перед сном Наверное, с удовольствием будут спать здесь А не в соседней Мэйнкиной спальне Именно я тот человек, кто любит смотреть телевизор перед сном Дэй! Худешь? Уже? Каждая комната этой квартиры оснащена вот такой системой кондиционирования воздуха Когда жарко, можно охладить Когда, соответственно, холодно, как сейчас Можно немножко сделать потеплее Собственно, что мы и сделали Сколько у нас здесь градусов стоит? Ну, где-то, наверное, 27 И здесь достаточно приятно сейчас Мы показали вам квартиру И теперь пришло время ответить, наверное, на самые такие интересные вопросы Это где мы, собственно, остановились Какой город И сколько стоит эта квартира Мы только можем ответить в ней сезон Потому что сейчас время февраль Я уверен, что стоимость этой квартиры Условно в месяц июня, там, по сентябрь А может уже с мая Будет в разы отличаться от той стоимости Которую мы платим на сегодняшний день Ну, давай, Вик, раскрывай тайну Где мы находимся? Мы находимся в Золотой Бухте В городе Анапа Все верно Мы находимся в городе Анапа А не в Сочи, как планировалось Почему мы в Анапе? Во-первых, и, наверное, это самый главный пункт Почему мы в Анапе? Мы не смогли найти квартиру в Сочи Вот с таким вот видом В принципе, такого вида в Сочи нет А те квартиры, которые нам предлагались За просто какие-то баснословные деньги Это все свыше 100 тысяч Там вообще не было вида на море И смысл ехать на море и не показывать вам его Мы просто не увидели Человек, который нам сдал эту квартиру Он еще и оказался тоже любителем домашних животных У него также есть собачка Есть котик И еще более того Он был подписан на Дэнни и Мэнни Когда мы написали Пустите нас Мы уже не планировали даже ехать на море После того, как разочаровались В те квартиры, которые мы видели в Сочи Он сказал, конечно Ты что, Дэнни ко мне приедет? Я с удовольствием его пущу И мы решили Ну что ж, поедем в Анапу Не дома же в Москве сидеть Раз обещали приехать на море Надо обязательно свои обещания исполнять Второй, я думаю, не менее интересующий вопрос наших зрителей Это сколько же стоит такая квартира вне сезон И очень высокая здесь коммунальная плата И мы расскажем, почему она высокая И, соответственно, за что мы платим здесь Вне сезон эти апартаменты стоят 80 тысяч рублей Плюс коммунальные услуги в районе 20 тысяч Почему так дорого стоит коммуналка? Ну, во-первых, здесь 104 квадрата Расчет платежа всегда идет из квадратного метра Это раз Во-вторых, в комплекс и в аренду входят два бассейна Один находится на улице И, кстати, вода там подогреваемая И зимой там можно плавать Второй находится в самом комплексе Водичка там тоже, соответственно, теплая И бассейн шикарный, длинный 18 метров аж И самое главное его преимущество Там практически никогда нет людей Также в стоимость коммунальных услуг входит тренажерный зал Как видите, он достаточно хорошо укомплектован Всеми необходимыми снарядами Есть беговая дорожка Гантели, штанги В общем, все, что нужно, чтобы приводить в себя форму Или держать уже в шикарной форме Как, например, у нас находится Виктория Весь этот комплекс очень красивый Видно, что это одно из самых, наверное, дорогих сооружений в городе Анапа Здесь живут люди с хорошим, я думаю, достатком Посмотрите, какой шикарный ресепшн Можно вечером сидеть на этих диванчиках С удовольствием приводить тоже время Либо проводить встречи с подписчиками Да и не с удовольствием С кем-нибудь бы здесь поболтал, повнимался Ну и Мэнька может спуститься, если, конечно, спать не будет Ребят, я сейчас понял, что мы так подробно рассказали про Золотую бухту Что вы могли подумать, что это реклама на самом деле нет Мы заплатили деньги Это не реклама Просто нам так захотелось показать, как живут люди В одном из самых дорогих комплексов города Анапа И рассказать, собственно, и объяснить, почему мы здесь Почему мы не в обычной квартире За такие же деньги в городе Сочи В квартире какой-нибудь, знаете, там квадратов 50 Просто за то, что мы в Сочи Мы должны были бы там тоже заплатить 1100 И вот мы не поехали туда просто потому, что мы решили Что, наверное, нужно показывать вам вот такую шикарную квартиру С такими видами, чтобы вас порадовали Дэнни и Мэня Не только, как говорится, собственные персоны Но еще и фоном И мы обязательно будем снимать очень много коротких видео Про жизнь Дэнни и Мэня Вот они уже рядышком здесь легли, спят Я думаю, таких видео забавных и милых будет очень много на канале Поэтому обязательно подписывайтесь Все, кто еще не подписался Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось Я надеюсь, оно вам понравилось, мы старались И пишите комментарии, как вы считаете Стоило ли нам ехать в город Анапу Или все-таки нужно было поехать в Сочи Потому что в Сочи мы еще не были А в Анапе мы жили 10 месяцев Или наш выбор правильный И не главное, куда мы приехали А главное, что мы в принципе приехали на море Всем спасибо за просмотр Дэнни и Мэни устали с дороги Они легли уже спать Как всегда рядом вместе И мы, наверное, с Викой тоже пойдем отдыхать Всем спасибо До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok